На этой встрече с учащимися 4-й гимназией всё не случайно. И то, что местом её проведения стала выставка о семье последнего царя Российской империи Николая II, и то, что героем вечера стал младший и единственный сын семьи Романовых, царевич Алексей, и то, что рассказывали о нём в этот раз исключительно юноши. У нас уже несколько лет в нашей гимназии присутствует семейный клуб, в который входят участники 9-11 классов. В этом семейном клубе мы затрагиваем такие темы, как основы семейной жизни, как правильно вести семью, как должны себя вести дети по отношению к родителям и наоборот. И вот примерами для нашего клуба, я считаю, может очень сильно послужить семья царская, как родители воспитывали детей, как дети относились к своим родителям. Мы этот вечер подготовили силами моих коллег. У нас гимназия музыкальная, силами наших ребят, причём 6 по 11 класс. И мы это сделали с тем, чтобы обратить внимание на фигуру, удивительную детскую фигуру, наверное, самую удивительную, самую притягательную, самую яркую в русской истории, потому что она может быть одним из лучших примеров для подражания и поучения нашего современного юношества. Царевич Алексей был единственным сыном наследником Николая II Александры Фёдоровны. Пятый по счёту и такой долгожданный ребёнок был любим и сёстрами, и родителями. И хотя судьба уготовила ему редкое коварное генетическое заболевание, гемофилию, был светлым, жизнерадостным, терпеливым и очень простым. Играл на балалайке, любил армейскую еду, легко привязывался к людям и не терпел несправедливости. О нём можно многое сказать хорошего, позитивного, ну потому что он был сыном великого человека и много чего перенял от него. Он стал таким же добрым, у него такое же было сердце, как у Николая. У меня сообщение про то, как он относился к женщинам и как его отец научил относиться к женщинам. Потому что Николай всегда был очень трепетный к женщине, потому что он понимал, что это человек, который даёт жизнь. Ребята подготовили выступление царевича Алексея и через это открыли для себя удивительный мир любви и веры, в котором жила царская семья. Многое об этом они узнали благодаря выставке. Картины знаменитого художника Павла Рыженко, над которыми многие люди пускались, восхитительные картины. Много экспонатов, и ко всем, конечно, надо прикоснуться, какие-то игры царевича, тоже копии. Ну, а главное, конечно, это дух, который присутствует на выставке. Через какую-то вот эту вот выставку уже и Москве побывала, побывала в многих городах постсоветского пространства и, в принципе, везде вызывало восхищение людей. Прикоснуться к истории жизни, служении, духовного подвига последнего царя Российской империи Николая II и его семьи, задуматься о духовно-нравственных ценностях и переосмыслить многие вещи можно до 12 января в рамках экспозиции «Венциносная семья. Путь к любви». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.